25 лет службы следователем, 8 из которых в звании полковника. Подобные факты рисует у обывателя стереотип о строгом, серьезном человеке, вызывающем невольный трепет. Однако героиня нашего сюжета, несмотря на звание и стаж, ломает все стереотипы. Людмила Николаевна Жалниерчик, прежде всего, женщина с большой буквы, которая с первых минут разговора располагает к себе обезоруживающей улыбкой. И так на протяжении всего интервью, даже когда речь зашла о первом самостоятельном выезде, где по ту сторону закона был особо опасный рецидивист, вину которого молодому следователю предстояло доказать. Решение именно этого дела придало уверенность Людмиле Николаевне в том, что она сможет работать в этой серьезной сфере. Мне нужно было собрать и улики, и следовую базу, и все для того, чтобы доказать его вину. Было очень интересно, было очень сложно, и слезы, и все что угодно. Но, слава Богу, мы избрали меру по течению в виде заключения под стражу, и прокурор похвалил именно меня. Это, наверное, была некая великая школа становления меня, как следовательно, не рестеряться в той или иной ситуации, общаться с человеком, за ключами которого было ряд судимостей, и тяжким, особо тяжким преступлением. А отсутствие какого-то опыта, и даже линии поведения, это тоже очень-очень сильно сказывается. Но, слава Богу, все получилось. Говоря о своих коллегах, начальнике, родных и близких, Людмила Николаевна не раз применяла слово «очаровательный». И этому есть объективная причина. Постоянная поддержка родных и на словах, и на деле помогла молодому следователю утвердиться в профессии. Когда мы вместе, мы непобедимы. Это жизненная кредо семьи Людмилы Жалнерчи, которая во многом позволила ей добиться значительных высот на профессиональном поприще. Я бы не была той, кто я есть. Конечно, все-таки женщина-полковник, состоявшаяся в жизни. Если не моя семья, у меня очаровательный муж, он тоже военный, он служил в войсках, а я пошла работать в милицию. Но вот та поддержка его, понимание. Было такое, что моя старшая доченька писала описи вместе с мужем по делам, когда мы ездили на своей машине допрашивать людей, искать выходные дни тех, кого мы не нашли. Вот как-то вся семья была рядышком. Поддержка была и на втором фронте. Благодаря помощи коллектива и руководителя Людмила Николаевна стала настоящим профессионалом, тонко чувствующим людей и разбирающимся в лабиринте взаимоотношений, характеров и судеб. Кстати, наша героиня мечтала стать доктором, однако судьба распорядилась иначе. В итоге Людмила Николаевна стала следователем, который также лечит людей с психологической, нравственной точки зрения, помогая им стать лучше. Коллеги-геройни считают, что желание помогать у нее в крови. Несмотря на то, что она такая волевая, такая очень решительная, очень коммуникабельная, ей удается все время оставаться настоящей женщиной. То есть всегда на высоте, прекрасно выглядит, умеет и поддержать. То есть это человек в коллективе просто незаменимый. Потому что она со своей мудростью, со своим подходом к людям умеет и расположить, и поддержать в трудную минуту. Я очень люблю свою работу, я очень люблю свой коллектив. Я обожаю своих руководителей, потому что у нас на самом деле вот некая гармоничная такая структура. И я всегда мечтала, когда у меня вот получилось так, что я ушла со следствия на четыре года, но в связи с теми событиями, которые были в моей семье, я всегда мечтала вернуться в этот коллектив и вернуться именно туда, где будет руководитель Александра Александровича Рахманова. Это наш, это просто величайший человек, величайший руководитель. И мы просто все рядышком с ним можем быть таковыми, какими мы есть. Виктория Драгобецкая, Эдуард Букунович, Адон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.